Музыка Задумывались о том, как дышите. В жизни мы используем меньше половины объема своих легких, вдыхая воздух поверхностно и учащенно. Такой неправильный подход нарушает жизнедеятельность нашего организма и провоцирует появление многих недугов. Практика показывает, что метод Стрельниковой, основанный на газообмене, способен естественно и эффективно оздоравливать весь организм. Сегодня я вам расскажу, в чем же разница между традиционной дыхательной гимнастикой и дыхательной гимнастикой Стрельниковой. Слушайте внимательно. В традиционной гимнастике мы с вами привыкли делать вдох, поднимаем руки вверх, тянемся на носках и берем как можно больше воздуха. А при этом движении дышит узкая верхушка грудной клетки. А в дыхательной гимнастике Стрельниковой наоборот, вдох на наклоне вперед, воздух идет по прямой в спину и легкие заполняются снизу доверху. Знаменитое упражнение «Насос». Исходное положение – стопы на ширине тазовых костей, чуть-чуть кланяясь, взгляд на носки и шумно-шмыгая носом мы с вами выполняем короткий резкий вдвох. Еще один из примеров традиционной гимнастике – вдох, руки в стороны. Мы так привыкли с детства, нас так учили. Дышит узкая верхушка. Воздух в основании легких не идет. Сердечник задыхается, у него болит сердце, асматик ток. В Стрельниковой наоборот. Знаменитое упражнение «Нас сжатие грудной клетки. Обними плечи». Зажимается верхушка легкий, мешая воздуху в этом месте расходиться и толкает воздух на предельную глубину. В упражнениях Стрельниковой задействована не только дыхательная система, но и диафрагма, голова, шея, мышцы брюшного пресса. Каждое движение сопровождает короткий вдох. В результате дыхательной гимнастики возвращается утраченный голос и помогает вылечить другие респираторные заболевания. А главный плюс гимнастики – это то, что наш организм становится сильнее. И вы действительно задышите полной грудью, насытив наше тело кислородом, который так необходим нам с вами, друзья, для жизни. Особенно, когда мы с вами сидим дома, нам нужно с вами как можно больше уделять внимание своей дыхательной системе. Я приглашаю вас завтра, 23 апреля, в четверг, в 16.00, прямой эфир «Общеукрепляющая гимнастика», где мы с вами будем совершенствовать и практиковать дыхательные упражнения Стрельниковой, а также заниматься общеукрепляющей физкультурой для нашей красивой осанки. Берегите себя. Встречаемся завтра на тренировке. Продолжение следует...